Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сейчас погнена, пока сейчас почитаем, проведем, а там на утренний, там, как обычно, там посмотрим. Меня убивают, почему? Страстной, четвертой, никого нет. Да не нужен Никита, надо. Где Алексей, где? Где Алексей, где? Клавик, где? Поведешь, наверное? Поведу. Как говорится, что монастырь приходит по трем причинам. Первая причина, по большой любви к Господу, к моему позору, я не могу, что это по такой причине. Вторая причина, это по обету, по обету, например, там папа и мама не давали обет, вот, и что-то там. Они же и сезонно шли, они монастырь не шли. Или сезонно там, или как-то вот. И еще третья причина, это избежать жительских бурь, значит, по этой причине тоже может проходить монастырь. Все причины, все причины, они отводят, если ты по каким-то другим причинам, кроме спасения, приходишь. То есть, Господь дает какое-то время, там, чтобы человек определился, может, он поменяется. Если он не меняется, если он просто как бы скрывается, действительно, как в свое время было, 90-е годы, да, люди, многие убегали. То есть, может человек спрятаться, вот, казалось бы, в монастыре, от каких-то своих злодеяний, а монастырская жизнь, она выдавливает. В миру, как сейчас там происходят такие конфликты, а вот здесь, в монастыре, как в подводной лодке, как в танке, когда вот все вместе. Нужно потерпеть скорби, слабости друг друга, и вот смиряться, любить, и, как говорится, прощать, и все это вот приходится. Только так. А если есть свое большое мнение, что я там, как говорится, лучше, я старше, я больше, я умнее, ничего не получится. Не каждый принимает монастырь, особенно здесь, на севере. Если в средней полосе еще как-то можно, там бывает по 10 монахов, а здесь вот за все это время, вот у нас как бы было вот 6 человек, так и осталось. Да вот даже год-полтора назад такая статистика, что, наоборот, идет отток из монастырей. С чем это связано, неизвестно. У нас просто епархия молодая, она в 2005 году возникла. Возрождение, это слово можно применить только тогда, когда монастырь уже был. То есть, получается, монастырь был в 1589 году, он был разорен, его перенесли в колу, а вот там уже был упразднен при Екатерине. И получается, что первое возрождение, это вот Соловецкое братье возродило. Ну да, может быть, мы, скажем так, мы должны начать с нуля. Монастырь бралось столько людей строить, и тоже не могли. Только желающих было. А как, жили в сарае, жили в сарае, до этого в сарае жили, да? И тут Господь дал, вот, пожалуйста. У нас контингент очень сложный, так же, как сложный климат, здесь очень сложно, в Мурманске. И поэтому здесь надо иметь особенный характер и особенный дух. Видите, нам приходится это все, вот это вот, все хозяйство делать с таким трудом, ну, потому что здесь люди временщики, потому что все люди здесь приезжие, и они говорят, а вот у нас на Украине храм есть, и вот мы там будем умирать, и вот мы там, что здесь мы будем помогать, мы там помогаем в церкви. Ну, типа вот такие мысли, понимаете? Приходится временем показывать людям, что да нет, в жизни все бывает наоборот. Вот это напротив, вот оттуда где-то снимали, да вот, не знаю, года два назад. Вот еще забора нет, нет еще надуратного храма, вот он стоит, в лесах. Я сам приехал из монастыря Оптиной пустыни. Вот я за четыре года потерял сердце, потерял здоровье, пока я стал его строить. Мы в такое время живем, другой потфор такой для человека, понимаете? Именно вот в такое время жить, и вот так вот еще заниматься, и сохранять веру. То есть именно сохранять тем, что есть желание молиться, есть желание служить Богу. Не то, что с ленцой, да, а именно желание. Да, виталия, ревушка. То есть вот эта вот поговорка, что вот надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка. Я вам скажу, что это не главное. То есть даже если вы посадили, даже вы это сделали, и все, а что дальше? Смысл? Вы должны разобраться, что вы делаете и для чего. Для чего дерево, да. Сын вырастет, дерево спилит. Для чего строить, вот вопрос. Если мы думаем построить внутри храм, внутри своего сердца, да, и начать этот дом, который Бог дал, уже построен, уже в нас, да, а мы должны только начать подметать его, хотя бы подметать. Вот это здесь вопрос. Зачем человек вообще живет? Вот зачем? То есть чтобы себя приготовить к вечной жизни, к вечной жизни. То есть, значит, вопрос сам с собой отпадает, что построишь ты дом, родишь ты ребенка, не родишь, посадишь ты дерево. Это не главное. Не для всех. Ну вот малый храм нашел. Просто мне как-то в голову ударило, что-то сохранить по истории монастыря. Ходил, щелкал. Вот вся наша жизнь. Когда появились мыльницы цифровые, просто начал, потом все захотелось больше и больше. Там что-нибудь щелкнул, там щелкнул. Так у нас многие батюшки фотографируют, есть что посмотреть. У многих батюшков фотоаппарат есть. Это было перед Новым годом. Мы служили все ночные обдения в субботу. Закончили службу. Что-то я такое чувствую, запах не тот. И забегает Иван, говорит, у нас пожар. Ну, приехали пожарные местные, у них воды не так много, они начали поливать соседнее здание. А когда приехало две машины из-за Полярного, уже крыша рухнула вниз. В общем, так все и сгорело. Мы стояли, ждали, когда смотрели. Так сложно было. Ну вот, так сказать, вот что было, что сгорело. Немножко огородили, так, чтобы не ходить. Это, конечно, здание, ну, как сказать, святыни, намоленное место. Все, что здесь сделано, по большому счету, это сделано все-таки при монастыре. До революции в Кармане. Ну, когда в монастыре восстановился, в последний раз. В 88-м году я пришла работать в музей. И, да, мне директор областного музея сказал, а, Петчинга – это монастырь. Понимаете? Все. Казалось бы, все на поверхности, не тут-то было. Когда поглубже я вникла в это все, оказалось, что все вывезено, ничего нет. Только вот в областном музее, по крупицам буквально, я все это изучила. А потом сказала директору, так, надо учить финский язык и ехать в Финляндию. Что я и проделала. И в течение многих лет я работала в архивах Норвегии и Финляндии. Вот она, Петчинга. Горные егери входят в Петчингу. И вот здесь как раз звонница, колокола здесь были огромного веса, подарены царской семьей. На одном была она от 50 Петра I. А это рождественский храм. Здесь, кстати, был на освящении часовни Рождества Христов Сергей Ильич Витте вместе с Саввы Ивановичем Мамонтовым. И потом Мамонтов, как раз пораженный вот красотами Севера, финансировал поездку коровины и серого сюда. А вот здесь, видите, еще из переписки Ивана Грозного с английской королевой Елизаветы, в которой как раз упоминается наш монастырь. Вот самый первый постель был в 99-м году, и только я от него остался, от монастыря. Ну, попозже чуть-чуть, отец Герасим, отец Дамьян, они чуть попозже, года на два появились. Да, у нас молодой коллектив есть, так можно выразиться. Мой путь, я занимался с детства боевыми искусствами, вот, и тоже на фоне там Шаолини, вот, буддийские монахи, вот. Вот, я мечтал в детстве уйти в буддийский монастырь, там, поехать в Китай, в буддийский монахи. Ну, потом, когда уже подрастал, уже понимал, что, ну, какой мне в Китае, мне там никуда уехать-то невозможно, вот. Но все равно как-то отгорелось, хотелось монашеской жизни, вот именно монашеской, вот что-то. Я тогда не понимал, что там христианство, христианство там или еще что-нибудь. Просто именно приблизиться к образу жизни монашеской. Я вот так вот, с такими мыслями пришел к храму. «Отхвати кусок побольше», вот реклама такая. «Приятно экономить», а там «Отхвати кусок побольше». Такие циничные плакатки «Наследие цивилизации», «Современный мир». Кинотеатр был раньше, сейчас, как из любого культурного учреждения сделали маркет или базар какой-то. В детстве любили сюда бегать, кинотеатр «Мир» был. Да, вот-вот-вот. А так город небольшой. Так я здесь жил и работал. Отец учитель, мама врач. Средняя интеллигенция, как бы. Разные. Да, у нас служба в 7 начинается. Вот если готовиться, надо 5 часов вставать уже, читать там правила. Он тебя с Макарей не спит. Он безотказан на него все вешает. И рабочим, как, шутка. Это невозможно. Невозможно. Глядя на тебя, веришь. Невозможно, возможно. Ты доказал обратное. То он сел в ромашке какие-то, глютики, поймал. Так его надо загонять, чтобы он лишь... Жабью поймали. То торчит, то весь он лохматый, то это... И он, видишь, в кадр вступит, и все, весь кадр испорчен. Так лицо еще только вот так вот. Или скотом в руках. Отец Макарий, интересно, пришел в монастырь, приехал просто потрудиться. Говорит, я на 2 месяца приехал. В основном, интересно, это те, кто, собственно, думает, что они не останутся. Не, ну я шел осознанно. Почему-то после крещения была такая уверенность, что я все равно в монастырь приду. Рано или поздно, но приду и, в принципе... Просто на самом деле даже подвиг, вот нормальная христианская семья, это же церковь домашняя. Такая большая ответственность, чтобы воспитать детей. Я понял, что это просто не для меня, потому что настолько неорганизованный, настолько неаккуратный человек, что это вот легче вот так вот. Тут за себя просто отвечаешь, за свою судьбу. А там ты отвечаешь за супругу, за детей. Мне кажется, будет нормально, православным христианам в миру быть намного сложнее, чем монах. Ну я в 99-м году пришел, и в этом же году я уже стал монахом, и в этом же году уже даже стал священником. И меня в 2003 году назначили исполняющим обязанности наместника в монастыре и настоятеля на подворье. Он меня вызвал к себе, владыка, что-то такое пишет, такую бумагу мне просовывает, ну читай пока, и сам дальше пишет. Я думаю, что там написано, интересно. Я читаю, там написано, меня назначить там таким-то, таким-то. Я говорю, не, владыка, я не справлюсь. Ничего, с Божьей помощью справишься. То есть отказаться было бесполезно. Для меня это было тоже шоком. Ну вичем дело, мы уже Господни, мы уже не свои. Вот так вот получается, все. Теперь мы на Господа работаем. То есть я вот грешный, страстный, а вот все равно кому-то надо говорить слова. Монахов сейчас уже практически очень далеки от тех монах, которые были раньше. Планку очень снизили, но мы не должны, как говорится, печалиться. Господь нам дает, и надо ее поднимать. Читать Слово Божие. Есть там и про отвержение себя. Еще каждый верующий должен обновлять свое мировоззрение. Как говорится, что у человека в голове, так он и жить будет. И поэтому работа над обновлением своего мировоззрения важная часть. Немножко историю античной литературы. Античность в переводе на русский язык означает древнее. Но почему, значит, русскую литературу связывают именно с греческой? Потому что от греческой античной литературы к нам пришло образование через литературу, учительство. Кстати, русская литература очень сильно восприняла вот эту учительскую функцию литературы. Она очень учительская литература. Но мы с верой, да, по это приняли? Ну, конечно. У нас она была очень проникнута, конечно, христианскими, в своем возникновении христианскими идеями. Собственно говоря, любое искусство – тоска по Богу. Это уже результат ухода от Бога. И результат – тоска по Богу. И поэтому хорошая литература настолько хороша, насколько она приближается поистине своих библий. Она очень грамотная чека. Она даже передачу по русскому языку вела на нашем Бостон-телевидении. Она в школе отработала, всю жизнь русскую литературу преподавала. Она даже для батюшек иногда сочинений пишет семинарии, чтобы это не приезжали. Еще недовольны, чтобы ее четверку получили. Вот меня попросили, чтобы она приходила, потому что речь наша, как вы видите, вот, ну, не знаю, где запятые ставить. Не знаю, как правильно слова писать. И вот надо как-то воспоминять пробел. Научимся русскому языку правильно писать, читать, а потом будем о великом чуть-чуть говорить, о патриотизме. Для меня, который был наместник, там очень много беглых солдат оттиживалось. Якобы под эгидой того, что якобы они там самоубийством жизнь заканчивать хотели. Ну, все это было так. Неправильно, в принципе. Многие через месяцок там уже себя вели так, как будто они не в монастыре, а там. А вот когда меня назначили, я перестал их принимать, и все, само собой, эта проблема, вопрос отпал. Никому надо было самоубийством закончить, что-то заканчивало, даже, независимо от монастыря. Ну, не знаю, то есть, вот духовная причина, возможно, здание уже просто не выдержало такой нагрузки. Ну, потому что там творились, на самом деле, беззаконие, там солдаты матерились, там все что угодно происходило. Монастыри они, ну, этот же пожар, он же и, скажем так, подвиг к строительству монастыря. Сколько мы еще так вот существовали, неизвестно. И как-то люди думают, да, что на церковь уже не надо, церковь сама там все богаты, все бизнесмены. Люди как-то ищут себе оправдания, что вот они попы жирные на машинах едут, значит, все, Бога нет, все это. На самом деле, такой вот скрытый лукавство. Так вот, и самое главное, что мы еще как-то можем сравнить, потому что мы и так, и так жили. Я даже если вижу батюшка, я вот его знаю, хоть он на вертолете будет летать, я просто знаю его труд и знаю, что почему он. Для него эта машина может как будто в осуждении. Он даже на Жигуле будет есть, все равно будет осуждать, найдут там, скажут, ну что же за поп такой на Жигулях едет, за что он там не может заработать себе на машину. Многие так и есть, там смотрят, поп есть на дешевый, значит, плохой поп у него приход такой. То есть, человек вот всегда будет осуждать, какой бы ты ни был, там, толстый, худой, высокий, короткий, там, у этого борода заросла, у этого бороды вообще нет. Да, человеческая греховность, она любой повод возьмет, чтобы и осудить, и оскорбить, и прочее. Она найдет, то есть, лишь бы самому не делать. Пожалуйста, плохой поп, приди, ты ребенку там что-нибудь сделай. У нас женщина приходит, она в хосписе работает, вот действительно, вот нам по сравнению с ней даже и говорить нечего о милосердии, а что это вот, потому что человек, вот видно, настолько тяжело, настолько вот больная тема, Елизавета Ансевера говорит, давай батюшку приведу поговорить. Нет, не надо, да что вы, я не хочу, не надо, мне попало. Как вот ему сказать, что Бог милосерд, да, когда вот это, вот у него внутренний такой, внутренний протест, почему я вот, там, люди там на машинах ездят, там, жрут, там, пьют, там, теряются, да, убиваются, они не болеют, а я болею. Да, вот как сказано в Писании, что кого люблю, того и наказую. То есть наказание для Божия, это вот наша болезнь, ты лежишь и что-то не можешь сделать, ты больше молишься, как-то обдумаешь свои поступки, чем когда ты здоров бегаешь, у тебя все, голова. Тебе Бог не нужен, да, когда человек сын здоров, зачем Бог там. Это благо большое, что человек, че страдания, вот он был некрещен, всю жизнь заболел, там, умирал за неделю, он говорит, позовите мне батюшку, там, я покрещусь, и совсем другой мир надходит, а есть люди, которые лежат, проклинают все и вся, и Бога, и все. Мы понимаем, что у нас цель спастись, а мирского человека цель прожить нормально, да, просто прожить, чтобы у тебя руки и ноги были, было что поесть. Я ушел в монастырь еще по такой причине, что я, в принципе, ну, такой человек, которого можно легко обмануть. В обыденной жизни, если бы я там жил сам по себе, то я такой, ну, как говорится, лопух. Вот именно в своей сфере меня уже сложно обмануть, допустим, человек приходит в монастырь, я уже не сомневаюсь, кто он такой, я знаю, зачем он пришел. В этом плане, да. Ну, а так вот, допустим, в Москве я поехал в семинарию сдавать очередной экзамен, я с собой взял деньги машину купить. Я нахожу по объявлению какую-то машину, в общем, я покупаю машину самую, что ни на есть паленую, там, номер перебит, вклеен, там, конструктор какой-то. Еду в Питер, останавливает гаишник, выламывает эту панельку, где номер, говорит, смотрите, эта машина ворованная, все. Я говорю, что делать, нас было трое, мы все были священники. Он говорит, фу, ничего не знаю, идите в милицию, документы направил, мы сидим в этой милиции, думаю, что ж такое за ерунда. Ну, как-то так, может, Господь там смиловался над нами, нам выносит какую-то, документы у вас забираем, нам выносит какую-то справку, просто на бумажке, что машина там находится там-то. Я по этой справке доезжаю до Мурманска, то есть там даже никакой печати нет на этой справке. Мы из Питера выезжаем, нас на КПП останавливают, у вас документы какие-то есть, говорю, вот справка, если кто-то на нее смотрит, и вы хотите с этой справкой доехать до Мурманска? Я говорю, хочу, счастливого вам пути, помогай вам Бог, и так я доехал по бумажке, по этой, вот так я купил машину. Поверил человек, хотя-то по большому счету проверить можно было бы. В принципе, это нормально, когда ты веришь всем, это, конечно, одно из качеств любви, если так смотреть по апостольскому чтению, да, что любого нам всему верит, всему, ну, если сейчас всему верит, то ты будешь, не знаю, будет какая-то несчастная любовь. Ну, в оригинале, да, вот так, будешь несчастным, будешь нищим, ну, ты будешь, как сказать, будешь нищим, но счастливым человеком. Так, где ронти в аваре попал. В трое Сергея Лавры приехали эти спонсоры. Машины такие хорошие, красивые, такие большие, вот аудио такая большая, классическая. Один водитель ушел, а второй, значит, остался в машине, там, значит, все разбежались, куда-то там, по дивану. И в это время у них такие крыши наклонные, сейчас вот весной, сначала все растает, а потом замерз. Короче, вот эти вот глыбы льда сходят и прямо на эти две крыши, да, вот так вот, вот так вот. Все промяли. Так у нас то же самое. Этот жив остался, парень, ему ничего, ничего с ним не было, а вот машина полностью, короче, вот эти вот все промяли крышу, стекла все повылетали. А какое-то время уже не спал, да? А он в это время в машине сидел. Не, а вот так вот, я тоже говорю, Господь прибирает, лишнее ничего нет, не будет. Нету границ милосердия, любая машина на какую-то ездишь, любая машина, вот 10 машин одну отдал, опять же, это лишняя операция ребенка, что можно говорить там. Как-то я откупился просто, откупился, я вот даю часть, поэтому у меня должно быть в жизни все хорошо. Господь же в течение дня столько возможностей посылает. Каждый человек молится, там, Господи, научи меня быть милосердным, он думает, что милосердным ты идешь, идешь, и вдруг ощутил себя милосердным. На самом деле, это вон тебе просто пошли человека, бомжа, который у тебя на глазах ковыряется, ты можешь ему просто подойти, там, денежку дать, самое простое. Многим проще даже деньги дать, чем просто дать помыться у себя там или накормить. Возможности для милосердия, миллиарды просто, тебя там нахамили, тебя наругали, ты уже промолчал, уже, вот как правильно говорить, что бороться со злом. Бороться со злом – это просто не сделать зла, его уже в мире стало меньше, не так, что ты пошел, там, кому-нибудь уста закрыл, там, или еще что-то сказал, не говори зло, там, это. А человек раздражился, уже двойное зло. А если в себе зло уменьшает, то в мире уменьшится. Человек в миру себя не мог найти, и он начинает искать, искать где, 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 и думает, пойду-ка я попой, ты смотри, их всех уважают, все люди к ним тянутся, вы понимаете, да? И человек идет, становится. Но каким? Вы понимаете, вот вопрос. Раньше, чтобы стать священником, да, или стать послушником, нужно пройти было, какой искус? То есть не обязательно молиться сутками, затворяться, поэтому даже в древних монастырях зачастую святые отцы наши не давали людям новоначально молиться, чтобы они только пока испытали себя в труде. То есть больше, то есть на труд накладывали. Человек испытывался, он как в горниле, а сейчас этого нету. То есть поэтому у нас вот такой бардак. Именно бардак в церкви. Бардак везде, понимаете? Бардак в людях. Потому что говорит, так а что он? Посмотрите, какой путь. Ну, и все. И люди начинают отворачиваться. А человек однажды отвернулся. Попробуй потом его опять вернуть. Кому-то радостно, когда полный храм. Мне радостно, когда собираются люди, которые знают, зачем приходят. Видели, что службы-то не короткие. Мы с этим строго пришли, встали, всю службу отстояли. Я считаю, монастырь не для всех. Человек заходит в храм, сводит. Что такое? Все стоят и не шелохнутся, ждут, куда мы попали. Тут надо и креститься в один, и не так часто на каждой, это, Господи, помилуй. Там действительно есть встав о возжигании свечей, встав о поклонах. То есть вот их немного. Потому что, пожалуйста, для русского человека приди в кирю, делай много втайне поклонов. А в храме не должно, потому что каждый поклон отвлекает от слова. Постоянно шебуршание. Придешь на Радоницу. На службу опоздал, приходишь, начинаешь пакетом шуршать. Там богат, не твои батоны, не твоя еда. Приди вовремя, помоли за родственников, потом оставь. А у нас все православие получается, в записках. Свечи. А свечи-то тоже раньше приносили, как они, во-первых, когда-то выжигаться должны, когда-то тушиться. Не так, что ты пришел, это моя свеча за Васю, это свеча за Петь. По концу службы пришла бабка, и начинают свечи стать. Их тушить надо. Вот серебро-нормальный священник, он скажет, что надо тушить. Оставьте, гораздо больше поезда будет, если ее зажгут вечером. Пришло время Евангелия, пришло время, открываются врата, их больше зажигается. То есть человек стоит, то есть не ты сам ставишь за кого-то. Это вот сейчас вот такое у нас. Сейчас на это просто так смотрят, действительно, заплатил деньги, ну и как хочешь так ставить. О таких вещах надо говорить, учить. А сейчас почему-то боятся, может, я не знаю, почему. Вот, например, у нас отец Демиан, он раньше ездил по служникам, по многим монастырям. Говорит, он на полях работал, я на службе стоял. У него фамилия еще, знаете, святой фамилии, вот. Да, и школе начался с такой фамилией. Там сейчас на том берегу хоть что-то построят. Килиберка тоже село погибающее, вот там немножко там что-то будет. Столько сел было по побережью, было овецких колхозов. Все развалилось, как везде, люди бросают и уезжают. Я почему переживаю, все вот хотят уехать, никто не хочет. Что в Умбии я очень люблю, там тоже молодые, перспективные люди, все уезжают. Все говорят, плохо, плохо. А кто будет делать лучше? Все хотят уехать где получше. Кто будет бороться со злом на местах, давайте смыкать. Вот поэтому такие остаются лопухи, типа нас. Братья уехала перед Великой Отечественной войной в Финляндию. В 40-х годах он перестал существовать в монастыре. Но там не только наши братья, там собрались братья с Валаамского монастыря, с Каневецкого и с нашего. Убежали от советской власти. Вот видите, Луастари, 4 километра. Что такое Луастари? Это просто с финского названия. Если переводить с финского на русский, потому что многие названия достались финскими, это монастырь. Благодаря финскому периоду многие фотографии у нас имеются. В то время там уже было освещение дороги электрическое. Было две машины. Был такой монах Пармен. Где-то написано, что он автомонах, технический монах. По-моему, он из Норвегии по запчастям Форд привез. Здесь его собрал. Есть фотография, как он сидит за рулем. Никуда не скроешься от Сивидичок. Класс скрывать, отрывать панели на ходу. Тебе только хлебом не корми, дай зеркало. Че, отрез, молодец. Вот так это тебе говорю, лезешь в машину. Все, платить будешь неустойку. Взял, трес, зеркало, отрез. Значит, там уже была треща. А, вот же треща. Все, отлично. Вот тот же монах Пармен, который, видите, за рулем машины. Вот строительство дороги. Видите, как они серьезные строили. Причем, видите, фонари используются. Прокапывали глубоко очень глину, чтобы вода уходила. Вода уходила, получилось, что болота становились сенокосными лугами. Поэтому сейчас я покажу фотографию. Тридцать шестой год. Храм Рождества Христова. Вот его, Коностас. Видите, проводят какую-то службу в Литеране. Иконы, все на месте. Паникадила, ничего не украдено, ничего не делось. Вот, собственно, по этой фотографии и нашли этот храм. Верника Александровна ходила с этой фотографией и нашла вот эту вот сопку. На фотографии. Потом я осенил. Так это же и есть храм Рождества Христова. В таком виде. Без Христова, в ничем-то. В таком виде. Монастырь жил очень такой насыщенной жизнью. Все архангельские губернаторы считали своим долгом посетить Трифонопеченскую обитель. И все оставили свои воспоминания. Почти всех губернаторов сопровождал известный в Архангельске фотограф Лейцингер. И Лейцингер оставил нам целое собрание исключительно по качеству фотографий. Что-то и был тот храм, который я показывал фотографии. Возможно, самый первый, который преподавал Трифон построил. Он даже в таком же виде восстановлен. Печень тут такая вся раскрутится. И все-таки уже он копает. Я на патре. Ну, я православие прошел очень сложно. У меня скорбный путь был. То есть такой не совсем ординарный. Потому что я много лет отсидел в тюрьме. Я лет 15 сидел в тюрьме. Да, то есть поэтому я хулиганил очень сильно. То есть а потом так Бог дал, вот я в тюрьме пришел к Богу. И потом после тюрьмы я ушел сразу в монастырь. То есть без колебаний сразу. Когда пришел к Богу, 30. Мы сейчас сидем на место, где все молятся преподобному Трифону. Мы сейчас, получается, в храм мы идем. С куполами совсем другой вид. От начала не надо было копировать прошлое. На эскизном проекте храм был небольшой. В то время сделали трех пристольных, что это было необходимо. А сейчас, ну, что к нам? Надеюсь, у нас не будет столько человек. Вот здесь мы молимся. Вот, что наш Тихон. Блин, Бог, Бог. Блин, Бог, Бог. Вот видно относительно креста. Вот с правой стороны видно обвалы. Правее, пониже. И примерно там пещера была. Он им какое-то время укрывался, жил. Спасительное, потому что, так называемый, что он там укрывался от тех, которые нападали на него по поводу его проповеди. Все хотят, чтобы вот место для спасения было в сумочке. Вот сегодня я пойду к Тане, завтра зайду в магазин. А по пути у меня 15 минут есть, я пойду, немножко Христа приобрету, дам денежку, пусть он мне спасения на 15 минут. А больше у меня там час я не могу стоять. Вот как вот можно опоздать на службу с Богом? Вот человек боится опоздать на работу, зная, что ему деньгами или как-то лишат. А с Богом, пожалуйста, я приду на 15 минут, он милостью, он поймет. А как можно просить что-то о себе, о своих родственниках, когда ты просто знаешь, что ты можешь прийти вовремя, не приходишь, да? Действительно, вот мы, ну, практически всю свою жизнь отдаем суете, словами верующего, бесу. И тут отдать, ну, сколько, три часа Богу, для нас это кажется, да как, да Господь же не требует. Он поймет, он поймет, у меня семья, дети, это все понятно, да. Потом дети вырастают, перед смертью родителям кружку не могут воды подать. А вся жизнь была ради детей? Ну, как откуда? Самое тяжелое, это грех и оправдание. Вот когда человек начнет хоть немножко себя не оправдывать, это уже будет великим началом. Будущий храм. Если был обычный приход, да. Можно было подумать, кто же будет, зачем этот храм нужен, а тут сомнений нет никаких. Даже здесь никто не будет приходить. Да будут приходить, есть у нас прихожане. Если будет место, где жить, будут останавливаться, будут постоянные паломники. Вот я думаю, построимся. Может, больше поедет людей, может, и останутся у нас. В общем, время все покажет, как я управлюсь, не управлюсь таким монастырем. Говори, батюшка, как бы вот чудеса происходят прямо вот наяву. Вот бабушка пришла, к ней явилась Матерь Божья, да, и сказала, вот закажи иконочку. Она собирается умирать, Матерь Божья ей говорит, готовься, пойдешь домой. Все. Понимаете? То есть, поэтому я возвращаюсь к тому вопросу, что здесь дом строить, да, смысла нету. То есть, дом у нас там на небесах. Вот эту жизнь надо ощущать. Просто жить этой жизнью, и все оно будет исполняться, все будет приходить. А люди зачастую, они тянутся за временем. А оно сквозь пальцев. А ну да, оно раз и все. Песня. Не, ну а как, Вера, ее нельзя познать. Она открывается. Надо быть готовым, что она тебя в данный момент найдет. Надо все делать для того, чтобы... Как вот, интересно сказал, Винни-Пух, да, он говорит, стихи это не то, что ты находишь, да, а то, что ты, когда в какое-то место приходишь, находят тебя. Да, я в свое время умел играть на гитаре, нормально. А сейчас просто я уже все, так что-нибудь побрончать. Потом продал гитару, там, у меня был хороший кейс, там. Продал гитару и что-то еще, и купил облачение. Старая вода, что и выглядеть жалко, но и пить нельзя. Так, песенка моя. Двадцать восемь строчек, двадцать восемь, я навсегда. Солнце в небе это навсегда. Мы с тобою это навсегда. Ты не бойся, это навсегда. Двадцать восемь строчек, двадцать восемь.